МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Американские военные обнаружили в глубинах нашей планеты расу живых существ. Цитирую. Именно ее представители управляют неопознанными летающими объектами, а вовсе не инопланетяне. С такими сенсационными и даже несколько странными заявлениями выступил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. Да, снова он. Так есть ли разумная жизнь в недрах Земли? Если да, то как выглядят подземные жители и представляют ли угрозу для человечества? Здесь круглый год около 7 градусов по Цельсию. Здесь 19 километров тоннелей, лазов и гротов на 30-ти метровой глубине. Спелеолог Юрий Долотов исследует с Яны не один десяток лет. И тем не менее, каждый поход сюда полон сюрпризов. Есть два правила поведения под землей. Иметь с собой запасной источник света и записываться в журнал, который лежит при входе. Чтобы пропавшего туриста могли вовремя отыскать. Самое худшее, что может быть, это пойти под землю, когда никто не знает где-то. Несмотря на трагические пропажи, популярность подземных экскурсий только увеличивается. Людей манят недра Земли. Философы ищут здесь ответы на вечные вопросы. Историки, артефакты древних цивилизаций. Буквально под нашими ногами, судя по этой карте, находится целый подземный мир, который строился и перестраивался, усовершенствовался с тех пор, как существует человечество. Неудивительно, что вокруг каждого подземного объекта существует огромное количество мифов и легенд. И это на глубине нескольких десятков метров. А если спуститься поглубже? Дорога в ад. Так, в 1989 году западные журналисты назвали Кольскую сверхглубокую скважину. Якобы в самой толще Земли, на глубине 12 километров, микрофоны ученых записали людские крики и стоны. Это, конечно, вымысел, но Кольскую скважину действительно бурили в научных целях. Удалось ли исследователям обнаружить в недрах планеты хоть что-то похожее на жизнь? Бактерии, оказывается, до 100 метров могут жить. Но дальше там 100 метров, я уже сомневаюсь, что там все-таки жизнь может быть. Японцы вот сейчас думают бурить в океане, поскольку там 7 километров кора, а дальше слой уже мантии. Вот там как бы более интересные вещи будут. Американским военным удалось найти то самое более интересное. Жизнь в глубочайших слоях Земли. И даже не просто жизнь, а высокоразвитую цивилизацию. По крайней мере, так сообщают многочисленные источники в интернете со ссылкой на Эдварда Сноудена. Он рассекретил материалы о том, что правительство Соединенных Штатов Америки президенты обладают сведениями о летающих тарелках, что они имеют такие наблюдательные объекты, сонары, которые находятся глубоко в воде, и они фиксируют там передвижение каких-то технических объектов. Кто же они, эти загадочные жители подземелья? Это вероятность сущностей, которые находятся внутри земной коры. Они подвержены очень большим давлением, с страшнейшим температуром. Речь идет об экстремофилах, бактериях и микроорганизмах, способных жить в экстремальных условиях. В сообщениях, распространенных от имени Сноудена, именно их называют загадочной подземной расой. Так кто же такие экстремофилы на самом деле? Пермский край. Знаменитая Девья пещера, длиной чуть больше 10 километров. Сюда, как и в подмосковные Сьяны, съезжаются туристы со всей страны. В надежде встретить настоящих подземных жителей. Этот самый народ, чуть распространенный на русском севере, как гласят легенды, не только жил в подземельях, но и в конечном итоге ушел под землю, не появившись снаружи. Во время одной из экспедиций к Девье пещере уфолог Николай Суботин ночью услышал разговор на незнакомом языке. Как будто говорят два человека, взрослый и пожилой. В чем говорят, люди непонятно. То есть слышала только такая артикуляция. А, о, о, то есть вот такое. А вот в загадочной шахте в горном массиве Хара-Хора, что в Кабардино-Балкарии, возможно, еще предстоит стать туристической достопримечательностью. В течение многих тысячелетий подземелье оставалось для людей тайной за семью печатями. И, возможно, о нем бы никто не узнал. Если бы не загадочные знаки, оставленные на скалах немцами во время оккупации. Это свастика, выбитая на камни и с датой. В данном случае, тот фреперный знак, который находится прямо напротив шахты, свидетельствует, что он выбит 28 октября 1942 года. Зачем немцы выбили в скалах свастику? Что искали в горах Кабардино-Балкарии? В поисках ответов местные спелеологи начали собственные исследования. Плита, огромная, достаточно большая плита, закрывала вход. Когда эту плиту отодвинули, оказалось, что перед нами отверстие. С огромным трудом пришлось... Спустились мы на глубину 78-80 метров. С огромным трудом. Протискивать нужны спелеологические навыки, нужны альпинистские навыки. Продвигаясь буквально вслепую, исследователи открывали все новые замки и проникали в новые отверстия, ведущие вглубь. Масштаб сооружения впечатлял. Вот эти самые гигантские блоки, наземные, весом 600, 1000, 1200 тонн, явно строили какие-то гиганты. В Кабардино-Балкарии побывали уже более 10 экспедиций, в том числе зарубежных. Все сходятся в одном. Шахта рукотворная. Вот только чьих рук это дело? Мы однозначно уверены, что сделали ее не наша цивилизация, что это сделано значительно раньше. Чтобы это сделать, нужно было обладать огромной энергии. Свой ответ есть у старожилов. Подземные сооружения внутри горного массива Харахора это последнее пристанище древней цивилизации нарта. Нарты – герои древних эпических сказаний кавказских народов. Могучие богатыри, носители позитивного начала. Вместе с шахтой в горном массиве Харахора обнаружили древнее захоронение. Его назвали Кемерийский некрополь. Вот один из артефактов, найденных в могильнике. Необычно этой чашечке и других найденных на этом объекте в том, что на ее донышке выцарапана оборотная свастика. Существует ли связь между свастикой, выбитой в горах немцами в 1942-м, и свастикой из древнего кладбища. Журналист Виктор Котлеров уверен – существует. Он считает, что нацисты искали в горах именно эту шахту. Следы той самой цивилизации, скрывшейся в подземелье. Их интересовал Кавказ. Что они могли видеть на Кавказе? Что они искали на Кавказе? Конечно, это было прежде всего то, что связано с войной, с абсолютным оружием. Они искали то оружие, которое позволит им овладеть миром. Существует легенда о том, что древняя цивилизация оставила потомкам тайные знания, зашифрованные на кремниевом носителе. Возможно, мы находимся сейчас в двух шагах от того самого зала знаний, до которого так и не добрались нацисты. Но есть и другие версии предназначения шахты. Например, то, что она была воздуховодом для подземного города. Одно из самых фантастических предположений. Сооружение в горном массиве похоже на тоннель для летательных аппаратов. То, что вылетают в ряде мест в Аргентине, в Тибете, в Антарктиде, на севере, из-под земли что-то похожее на неопознанные летающие объекты, скорее всего, подтверждает о том, что под землей существует какая-то жизнь. А может быть, это и есть те самые НЛО, которыми якобы руководят наши подземные соседи-экстримофилы. Благодаря американцу Сноудену в России это слово вышло за пределы секретных лабораторий. Что же говорит об этих существах классическая наука? Это биологические объекты или микроорганизмы, которые предпочитают расти в условиях отличающихся от нормальных пониманий нас с вами. То есть это микроорганизмы, которые могут расти при температуре до плюс 100 градусов, например. Микроорганизмы высшая раса, готовая сразиться с человечеством, запускающие из-под земли летающие тарелки? Для почвоведа Елизаветы Ривкиной это звучит как бред. Никакого мнения по поводу высказывания Сноудера у меня нет, потому что мне кажется, что микроорганизмы интеллектом в нашем понимании никаким не обладают и обладать не могут. Возга у них нет. Есть и еще одна версия. Сноуден ничего подобного не говорил. Я выказываю серьезное сомнение и глубокий скепсис, потому что действительно публикации, которые сегодня трутся вокруг имени этого, они корректны. Так кто же и зачем распространил от имени Эдварда Сноудена не выдерживающие никакой критики сенсации о подземном мире? Возможно, этим занимаются сотрудники ЦРУ, чтобы дискредитировать другие сведения, которые обнародуют их бывший коллега. Если это так, то у этой истории обязательно будет продолжение. У нас работает собственный сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова